Безудержный рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги приобретает скорее политический характер, чем экономический. Не случайно эту отрасль называют жилищно-криминальной. Все это происходит не без участия местных органов власти. Как показывает практика, если платить по установленным нормативам, которые, как правило, выше потребляемых услуг, то эта сумма получается ниже фактически оплачиваемых жильцами, поскольку фантазии чиновников по отъему средств у населения безграничны. Например, в марте 2005 года жители 140-квартирного дома по 3-й Крестьянской улице в городе Матище администрации в качестве управляющей компании было навязано МУП управления заказчика ЖКХ. С жилищным кодексом люди еще не были знакомы. Необходимой информации от муниципальной власти о своих правах и обязанностях как жителей, так и управляющей компании разъяснений не получили. Норматив по оплате за жилое помещение Советом депутатов города был установлен исходя из двух категорий жилых домов. Соотношением общей площади дома и общей площади квартир 1,7 и ниже, тариф около 26 рублей, свыше 1,7 – более 30 рублей за метр квадратный. Для данного дома управляющая компания искусственно завысила размер квартплаты, взяв в расчет вместо общей площади квартир площадь только жилых комнат. В результате переплата жителями дома ежеводно составляет до 500 тысяч рублей. При утверждении тарифов на 2010 год Советом депутатов по настойчивому предложению депутатов-коммунистов исправил ошибку. Казалось бы, все стало на свои места, но уже в феврале Совет депутатов по предложению главы администрации города принял другое разделение домов. Жилые дома без холов, жилые дома с холлами, лифтами и так далее. Таким образом, все дома соотношением менее 1,7 переходят в категорию с холлами, лифтами и, соответственно, тарифом почти на 5 рублей дороже. В городе Мытищи на отопительный период установлен фиксированный для всего жилого фонда норматив расхода тепла 0,028 гигакалорий на метр квадратный, исходя из общего количества подаваемого тепла в систему города и общего жилого фонда. Таким образом, все потери тепла в городе оплачиваются жителями. Однако правительством установлен норматив для двух категорий домов, построенных до 1999 года 0,024 гигакалорий и после 99-го 0,011 гигакалорий на метр квадратный. То есть установленный в городе норматив почти в три раза выше установленного правительством для новых домов. Анализ показаний расходов тепла за три года по приборам учета показал, что расход тепла в этом доме оказался ниже общегородского в 1,65 раза и выше установленного постановления правительства в полтора раза. После обращения жителей дома за разъяснениями в Мытищинскую теплосеть, управляющую компанией и главе администрации, счетчик на отопление вообще сняли. Плата за отопление возросла почти более чем на 100 тысяч рублей в месяц. В два раза по сравнению с прошлым годом выросла стоимость управленческих услуг муниципальных унитарных предприятий и опять за счет жителей. Таким образом, только по озвученным фактам жители 140-квартирного дома переплачивают за жилищно-коммунальные услуги до 2 миллионов рублей в год. В городе Мытища из общего жилого фонда новые дома составляют около 30%. Следовательно, переплата за услуги ЖКХ только по этим домам составляет около 200 миллионов рублей в год. Чиновниками этого города придуман и другой метод собирания граждан путем создания посреднических коммерческих структур по сбору платежей с населения. Так, в числе учредителей ООО компании «Бухучет и аудит» является директор МУП «Расчетный центр города Мытищи». Располагается эта фирма в помещении расчетного центра. Этим обществом открыты два счета. С одного средства тут же переходит в расчетный центр, на другом остается вознаграждение в размере 2,8%. Прокуратура города на обращение граждан практически не реагирует. Президент и председатель правительства пообещали сурово наказывать виновных за необоснованный рост тарифов. Интересно, какое наказание в данном конкретном случае могут понести чиновники города Мытищи, являющиеся членами партии «Единой России» и 24 депутата членами этой партии? Президент России заявил, что к проверке ценообразования в сфере ЖКХ необходимо подключить Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру. Фракция КПРФ считает, что в Госдуме должна быть создана комиссия для оперативного разрешения вопросов не только возникающих в процессе указанной проверки, но и в случае необходимости для участия в ней. Спасибо за внимание.